Продолжение следует... С толком, студия Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Несмотря ни на что и вопреки всему, вождя поздравили те, о ком никто не мог подумать. Нужно ли обувать своего питомца во время пандемии? Во дворе Барновльской многоэтажки растет свалка, создают ее сами жильцы. В Алтайском крае уже 136 заболевших коронавирусом. Инфекция продолжает расширять географию. Теперь на карте COVID-19 появились Троицкий район, село Троицкое и Целинное, село Верхмарушка. Там по одному заболевшему. А в Змеиногорском районе, в котором накануне появилось 38 зараженных, теперь 39. И еще двое зафиксированы в самом Змеиногорске. По словам главы муниципалитета Евгения Фролова, закрывать границы района не будут, так как это решение должен принимать Край. Но станут чаще дезинфицировать остановки и подъезды домов. Переходим к другой теме. Владимиру Ленину 150. В этот день родился вождь мирового пролетариата. В Барнауле в этот день обычно проходят коммунистические митинги, но не в этом году. Правда, такие смельчаки нашлись и с неожиданной стороны. С юбилеем дедушку Ленина решили поздравить барнаульские десантники. Эту акцию они запланировали заранее, несмотря на режим самоизоляции, о чем открыто рассказали наши съемочные группы. То, что там кто-то решил, что должно быть все это изолировано, ну, пускай себя изолируют. Почему должны кто-то отбирать историю у народа? Это я так считаю, что воля извлений любого гражданина свободы должно быть. Цветы десантники возложили у вечного огня у дома афганцев, а затем с флагами проследовали к памятнику Ленина на площади Советов. Цветы возложили и вождю мирового пролетариата. К слову, десантники, общаясь с нами, высказали свое мнение и насчет отмены парада на 9 мая. Под конем вырубается вся история, переписывается, как посчитается нужным. Тем, кто в кабинетах власти, я не знаю, зачем это им надо. Потому что история уже показывает, когда идет потеря связи поколений, идет потеря государственности. Для чего они это делают, тоже непонятно. Как сообщил нам организатор мероприятия, почти сразу после окончания импровизированной акции их задержала полиция. Правоохранители составили протокол за нарушение указа президента России и губернатора. Теперь, скорее всего, патриотам придется заплатить административный штраф. Помните, наказание режима самоизоляции стоит и тем, кто хотел бы встретить 1 мая традиционным шествием. Его, как вы понимаете, не будет. А вот что может быть, так это объединенные майские праздники, чтобы посреди длинных выходных не было трех рабочих дней. Во всяком случае, такую инициативу сейчас рассматривают в Москве. В былые годы люди с радостью бы встретили такое предложение, но сейчас, похоже, барнаульцы уже устали отдыхать. Отрицательно. Сколько можно отдыхать? Уже невозможно. Работать надо. Работать. Работать. Все устали бы без работы. Все без работы уже четвертая неделя. Что есть дальше, тоже без дела. Для меня это никакой роли как бы не играть, так как я дома занимаюсь учебой, мне тогда же будет получше и больше времени для подготовки к ЕГЭ. Почему бы и нет? А как же работа? Ну, работа. Работа всегда успеет. Вот эти выходные к нам никак не касаются. Мы с 30 марта отдыхаем на самоизоляции. Нам не разрешают работать. А вы где работаете, если не секрет? В парикмахерской. Парикмахерской. Сказали до конца апреля. Сейчас уже говорят, и май захватим. Так что мы и в эти выходные тоже войдем. Хорошо провести время в майские выходные, даже дома или в условиях дачи, на даче, собраться с семьей, провести время. Это очень хорошая возможность. Многие говорят, ну а как же работать-то? Уже и так столько отдыхаем, с экономикой плохо. Ну, это проблемы лично каждого. Я в этом вопросе ничего не подскажу. В России разработана первая методика выявления COVID-19 у животных. Вероятно, скоро можно будет проверить, является ли кошка, собака и другой ваш питомец его носителем, сообщают на сайте stopcoronavirus.rf. На сегодняшний день, говорят специалисты, существует больше 40 разновидностей коронавирусных инфекций. Животные могут ими болеть, но человеку это не передается. Также известно, что собаки, в отличие от кошек, менее подвержены COVID-19. Однако, в любом случае, после контакта с чужими животными и после выгула своего, стоит мыть руки. Россельхознадзоре предупреждает, что частным клиникам новая методика сейчас недоступна. И если вам это предложат, то вы имеете дело с мошенниками. Будут произведены тест-системы порядка 10 тысяч, будет проведено исследование биологического материала. Все исследования будут проводиться в подведомственных Россельхознадзору, ветеринарных лабораториях и референтных центрах. А также в ближайшее время аналогичная работа будет организована на базе нашего института. Это Всероссийский государственный центр, качество и стандартизация лекарственных средств для животных и кормов. Кстати, пока во всем мире известно о единичных случаях заражения коронавирусом братьев наших меньших. Это несколько собак, кошка и тигр. Но в комментариях к нашим материалам уже задают вопросы, как уберечь своих питомцев от возможного инфицирования. Полина Жданова и ее пес Чарли узнали некоторые рекомендации. Собачки-облако или сахарная вата, бишон-фрезе, очень популярные. Покладистые, подстроятся под любого хозяина, подойдут как компаньоны. С ними можно смело участвовать в выставках. Но без тапочек, что зимой, что летом, им не прожить. У собачек нежные лапки. Тапочки нужны данной собачке, для того, чтобы защитить ее от грязи в городе. В основном, владельцы собак не верят, что питомцы перенесут на лапах инфекцию. Согласно с этим и ветеринары, домашние животные не приносят с улицы опасные для человека болезни. В том числе и коронавирус. Вопрос спорный. Скорее всего, так переноситься вирус, передаваться человеку не может. Потому что человек заражается воздушно-капельным путем. Более того, еще не доказано, что собаки и кошки в принципе могут заразить им человека. Так что, говорят ветврачи, даже если ваша собака пробежала по асфальту, где ходил чихавший коронавирусный, вы не заболеете. Некоторые владельцы во время пандемии начали обрабатывать лапы собак антисептиками. С этим надо быть осторожными, предупреждают врачи. Они могут пересушить животному лапы. Но серьезного вреда антисептик питомцу не причинит. Если есть желание протирать, пусть протирает. Нет желания, значит пусть не протирает. Нужно ли мыть лапы после улицы? Мое личное мнение, что лапы мыть нужно. Не только в связи с пандемией коронавируса в мире, но и просто в силу общегигиенических каких-то мероприятий. Лапы можно помыть и простым мылом, и шампунем. После обработки антисептиком подушечки нужно смазать обычным или специальным собачьим кремом. Все как у людей. Кстати, на улице животные больше могут навредить себе и принести блох, листов, лишай. Поэтому не стоит пренебрегать профилактикой. Лично я на своего питомца надевать тапочки не планирую. Тем более на крупной собаке это будет выглядеть как минимум нелепо. Я просто после прогулки, особенно подобной, мою лапы и не опасаюсь за то, что он причинит вред моему здоровью. Тем более, что на земле больше опасности для самих питомцев, чем для людей. Поэтому не забывайте ставить прививки, обрабатывать от клещей и паразитов. Тем более сейчас самый сезон. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком. Приют закрыт. Такая вывеска уже почти три недели висит на входе приюта для животных «Ласка». Но люди здесь, конечно, есть, дежурные сотрудники. Без них собаки, кошки, лошади просто бы не выжили. Как изменилась жизнь приюта во время пандемии? Смотрим. Собаки нас встретили громким лайм. Хотя, пожалуй, здесь так встречают практически каждого человека. А сейчас тем более. Людей за время пандемии в приюте убавилось в разы. Раньше в ежедневном режиме собак выгуливали волонтеры. Теперь животные сутками на привязи. Гулять с ними некому. Добровольцам вход воспрещен, и потому печаль в глазах почти каждого пса. Сейчас не одного человека в день. А раньше человек 10 в будний день, а человек 100 в выходной день. Люди постоянно ходили, ходили, собак гуляли, помогали. Как видите, территория не убрана, потому что дежурные не успевают. Физически невозможно вывести одному человека в туристовую. Прибрать территорию после зимы. К слову, дежурят здесь сейчас по 5 человек в день. Четверо присматривают за собаками, а здесь их порядка 600. Кормят и моют посуду. Один следит за котокомнатой. Ольга лечит кошечек. Для нее ничего не поменялось. Ставит уколы, закапывает глаза четвероногим ежедневно. А еще кормит. Еды пока хватает, но долги за нее копятся. Долги у нас регулярно. То есть, в принципе, они не зависят от самоизоляции. Но все-таки, когда у людей, в принципе, финансов в городе хватало, то есть было побольше, не было такой проблемы с работой, то и жертвовали побольше. То есть, эти долги мы гасили гораздо быстрее. Насколько вам по времени вы сможете в такой ситуации еще существовать без волонтеров и без большого количества пожертвований и помощи? Я даже затрудняюсь ответить. Мы, наверное, недели две-то протерпим, а там уже взвои, наверное. Потому что даже, ладно, если крупу там, ну, говорю, все равно люди приносят, нам помогают, спонсоры, все. Ну, собаки-то, они же хотят гулять, они хотят общаться. Пожертвования сейчас в период пандемии, конечно, ощутимо снизились. Но люди продолжают помогать и привозить крупы и другую пищу. Каждому здесь говорят спасибо и надеются на помощь и впредь. А пока продолжают своими силами. Кормить, поить, убирать и ждать, когда жизнь вернется в привычное русло. Татьяна Голубева, Николай Шелко, День с толком. Помощь сейчас требуется не только приютом для животных, но и зоопарком. Барнаульский уже несколько недель не принимает посетителей. Сложно приходится и тем, которые открыты, но люди из-за пандемии туда просто не идут. К таким относится первый частный зоопарк страны – Славгородский. Как рассказал нам его директор, частному зоопарку всегда живется непросто, а Славгородскому тем более. Волонтеры и спонсоры практически не помогают. Лучшая помощь – это присутствие посетителей, которых сейчас практически не осталось. Между тем, животные, а их здесь 50 видов, ежедневно хотят кушать. Причем большая часть этих зверей – хищники. К примеру, здесь живет самый крупный лев в России. Поэтому лучшее питание для этих животных – мясо, которое директор зоопарка покупает на местном рынке. Конечно, животные сейчас не голодают, но с каждым днем зоопарку становится все труднее. Если вы желаете помочь обитателям Славгородского зоопарка, можно узнать все подробности по телефону, которые вы сейчас видите на своих экранах. К другим темам. Пока мы следим за чистотой в своих квартирах, коммунальные организации Барнаула заботятся о нашем здоровье. С начала недели к дезинфекции подъездов подключились и управляющие компании, в том числе «Маяк». Многоквартирный дом на улице Семенова, 6. Большинство из его жильцов совсем недавно отметили новоселье. Дружелюбные соседи и заботливая управляющая компания. Чтобы вселяющий страх и ужас коронавирус сюда не проник, «Маяк» проводит санитарную обработку подъездов и лифтов. Нами было принято решение произвести обработку всего фонда, находящегося под управлением «Маяка», за счет своих средств. Мы решили своими силами, так скажем, не работать, а наняли лицензированную организацию, которая имеет сертифицированные средства для дезинфекции. Особое внимание при обработке входным дверям, ручкам, перилам и даже кнопкам в лифтах. Все, к чему прикасается рука жильцов, должно быть стерильным. В очереди на дезинфекцию еще 10 домов управляющей компании. Подобную обработку, если потребуется, будут проводить каждую неделю, чтобы вселяющий страх и ужас коронавирус обошел стороной. Никита Ирмаков, Николай Шелко. День с толком. О чистоте и порядке беспокоятся и во дворе Барнаульской многоэтажки. Там уже год одни жильцы организуют стихийную свалку, а другие жалуются на нее. Мария Микшута продолжит. Я-то в вашем дворе жильцах. Так, почему у вас 9, а на 13, а на 9 процентов? На повышенных тонах без права на понимание. Уже год в этой многоэтажке нет мира и чистоты. Вот там вот, да, кирпич у нас лежит, как его свалили, так он лежит. Получается, мусор вот здесь крупногабаритный. Когда-то сюда кто-то выкинул старую мебель, затем оконные рамы, мешки. Островок мусора в прошлом, теперь стихийная свалка. Причем некоторые жильцы сами признают, куча растет стабильно, благодаря их же соседям. Это болезнь есть. Вместо того, чтобы был мусоропровод, они выносят. Кто не соблюдает, кто что натворит, бабка Галька выходит, их отчихвостят, все подберут. А сейчас возмущенные люди чихвостят дворника. Говорят, не видят его за работой. И получается, что его пинками уговариваешь. Это что такое? Идет 4 дня назад оттуда, там убрал, а здесь собрался и пошел домой. Грязь несусветная. Мы сами берем, сами все убираем. Я считаю, что хорошо убирает. Хорошо мальчик убирает, хорошо. Конечно, контролируем дворника, обходим регулярно 2-3 раза в неделю с директором компании, обходим территорию, осматриваем его работу. Регулярно осматривают и, видимо, делают замечания. По словам жильцов, такие картины они видят постоянно, но в то же время в ТСЖ поясняют. Убирать строительные кучи и сломанные диваны должен рекоператор. Но на его работу, подчеркнула король, жалоб не поступало. Так что, по словам экспертов, существование таких мусорных островов крайне не дворник, а жильцы, подкармливающие свалку. Данных граждан необходимо привлечь, сперва найдя их с помощью камер или очевидцев. Вообще, складирование такого рода мусора возможно только либо в предназначенных для этого специальных площадках для крупногабаритного мусора, или же путем вывоза на специальный полигон, но это уже собственник должен самостоятельно об этом позаботиться. Если нарушителей поймают и может грозить штраф, так не дешевле ли утилизировать свои диваны и кирпичи самостоятельно. Мария Микшута, Илья Халяпин. День с толком. Так совпало, что сегодня день рождения не только у вождя Октябрьской революции, но и у нашего телеканала. Телевизионной редакции толка исполнился год. Скажем честно, в работе мы и не заметили, как он пролетел. Вы, наверное, как ремесленник гончар, вы, наверное, согласны с тем, что женщина – это священный сосуд? Первый раз слушаете. Ну что, сосуд, да. Просто мимо шла и зашла, и все, и форш-тэйш, преханзи-дойч. Миллионы просмотров и комментариев. Герои наших сюжетов становятся народными героями интернета. Целый год команда толка помогала десяткам жителей края, которые не могли достучаться до власти. Проблемы политики, ЖКХ, образование, спорта. Даже шаманы приходили на помощь. Трое год подряд мы не даем расслабиться при службе классического вуза. В качестве подарка на день рождения хотим, чтобы Дмитрий Марин перестал препятствовать нашей журналистской деятельности. А почему вы не оглядите? А я не уверен, что у вас здесь лицензия. В смысле? Вместе с нашими зрителями мы переживаем, помог ли ритуал алтайских моржей убить коронавирус. Воду! Аплодисменты! Тащим его! Дубин! Раз! Держим, держим, держим! Корона осталась! Все! Мы по-прежнему удивляемся вместе с вами. Вместе с Сергеем Дугином мы знали, 2019 год будет прорывом. Поэтому иногда нам приходилось выезжать на такие съемки, как это. А это фекальный фонтан, который выбил стекла жилого дома. Весь этот год мы пробирались через снежные районы. С интересом наблюдали, как креевые чиновники лишаются своих депутатских мандатов. И, конечно, вместе со всем миром следим за пандемией. И как она изменила жизнь миллионов людей. Съемка запрещена на людей. Нет, не запрещена с ней. Ты видишь воду простую? Нет, я вижу алкоголь, а мужчина в руках. Наша съемочная группа находится в Зминогорске. В очаге распространения коронавирусной инфекции. Как вы помните, за сутки здесь было обнаружено 38 случаев заражения. Мы находимся в Красногорском районе. Решили посмотреть, как работает дистанционное обучение в условиях пандемии. Даже сейчас, каждый день в таких непростых условиях, редакция «Толка» продолжает работать для наших телезрителей, чтобы быть их глазами в условиях самоизоляции. Ирина Корчагина. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валар». Оставайтесь дома и проводите это время с толком. До встречи в эфире. До встречи в эфире. До встречи в эфире.